Продолжение следует... Хотя, по-моему, здесь как раз удобно вставать. Ну, ладно. Значит, если кто не знает, меня зовут Георгий, полное имя Георгия Владимировича Куряча, я сотрудник факультета, читаю здесь спецкурсы по Unix-систему и Linux-систему в последнее время и вот несколько лет подряд по Python. Ну, вот, как-то так получилось, что вот этот наш с вами питомовский спецкурс, он уже в третий раз я тут запускаю в таком виде, вот, и он, в общем, пока что мне нравится. Вот. Значит, в этом году мы пойдем на несколько смелых экспериментов. Первый и главный смелый эксперимент для меня, я постараюсь включать в изложение материалы учебника, который называется Thinking Python. Вот. Меня долгое время смущало это название, потому что... А, да, я забыл сказать, что у нас здесь будет спецкурс по Python, вот, если кто, опять-таки, случайно не знает. Вот. Значит, так вот, я главный смелый эксперимент, я постараюсь, может быть, мне ничего не получится, включать в материалы учебника, который называется Thinking Python, вот. Вот. Меня долгое время смущало его название, потому что там под заголовок How to think like a computer scientist. Вот. Я думал, что это очень пафосно. Но потом я почитал мужик, которого пишет, очень такой правильный, такой несложный дядька, и, соответственно, изложение у него очень такое хорошее. Вот. Этот учебник слегка не для... О, огромное спасибо тому, кто открыл дверь наверху. Этот учебник слегка не для основной аудитории, все-таки этот спецкурс планировался как спецкурс для программистов, то есть для людей, которые знают несколько языков программирования каких-то и умеют на них программировать. Вот. А у автора, в общем, изложение прям с нуля. Но, с другой стороны, и я очень рекомендую читать учебник, просто ради интереса, он очень недлинный. Вот. С другой стороны, достаточно интересно, как автор излагает основные вещи программирования простым языком, то есть насколько он сокращает путь от полного незнания того, что это такое ваше программирование, до, в общем, понимания, ну, например, того, что такое рефакторинг. Вот. Это он делает на третьей или на четвертой лекции, так, на секундочку. Про рефакторинг рассказывает. Вот. То есть человек явно, как бы, с хорошим бэкграундом и хорошо видит, что главное вот в этом деле, а что нет. Второй смелый эксперимент состоит в том, что на наш спецкурс я обязал подписаться учеников ереванского филиала. Вот. Там четвертый, кажется, курс. Вот. Соответственно, я к ним съездил на прошлой неделе, из-за чего у нас не было в прошлый раз питончика. Вот. Но основные занятия у нас будут именно, у них будут именно по материалам этих лекций, а не по материалам того, что я им там делал. И третий смелый эксперимент состоит в том, что мне кажется, что для некоторых из здесь присутствующих этот спецкурс обязательный. Вот. Да, сказали они. Ну, терпите, что делать. Вот. У нас сегодня довольно большая программа, может быть, мы даже не успеем, потому что я люблю поболтать, особенно на первых лекциях, но тем не менее. Значит, у нас есть сайтик нашего спецкурса. Это сайтик такой общий, на котором вообще все происходит, то, что я делаю. Сайтик называется unix.org. Значит, вот наш курс «Язык программирования Python 3». Вот. И вот сегодняшняя первая лекция. Вот это сам учебник. Я тут взял на себя за труд слегка его «Уйди, противные». Я сказал «Уйди». Вот. Вот он. У него есть, у него есть, прям, проект. Автор. Никогда не переводить. Автор, большой поклонник написания свободных книг. И эта книжка лежит на гитхабе в исходниках латеха. Вот. Я, правда, не разобрался с лицензией, потому что такое ощущение, что лицензия на весь код полностью свободная, МИД. А лицензия на книжку – нон-коммершал. То есть, ну, понятно, если вы хотите продавать, договоритесь с автором. Вот. Но, тем не менее, как бы все доступно. Вот. Что у нас еще есть? У нас есть ссылка на спецкурс прошлого года. Причем в прошлом году, в прошлом году велись такие же съемки и скринкасты. Что-то с сетью тут, конечно, погано. Вот. Соответственно, видите, есть ютубчик, есть конспект. Группа, для которой спецкурс обязателен. Выберите, пожалуйста, из своих рядов человека, который умеет быстро набирать на компьютере, и он будет вести конспект за автомат по этому экзамену. Мне нужны конспекты выкладывать. Значит, конспекты – это, сейчас покажу, достаточно содержательная часть того, что я говорю. Это не очень просто, потому что… Ну, давай же. Вот. Вот, пожалуйста, как выглядит конспект. Вот. Если в одиночку это делать тяжело, попробуйте делать это, ну, не в одиночку, но мне очень нужен конспект. Прямо сейчас. Есть ли кто-нибудь, кто готов ввести конспект сейчас? Совсем никого? Это нехорошо. Окей. Тогда, значит, задание группы, у которой наш спецкурс обязательный. Пожалуйста, выберите человека. Сегодняшний день, так и быть, пройдет без конспекта, но конспекты нужны. Хорошо? Ау, не слышу ответа. Хорошо. В следующий раз будет. Окей, спасибо. Значит, два предыдущих спецкурса и вообще большую часть изложения питона я делал на базе Python Tutorial. Вот. Это, собственно, часть документации питона. Она вполне себе для программистов и вполне себе обширная. Вот. Ну и, наконец, для тех из вас, которых по отчаянии не очень хорошо с программированием почему-то, и вы почему-то пришли сюда, есть еще один прекрасный учебник, питон для самых маленьких, который, собственно, нет, он на самом деле не питон для самых маленьких, он просто так выглядит. Вот. Видите, да? На первом же уроке черепашка. Вот. В общем, вот такие дела. А сейчас с вашего позвоночника. Да, значит, у нас со следующего раза начинаются домашние задания на e-judge. Кто не знает, что такое e-judge, я в следующий раз расскажу. Вот. Там уже есть одно домашнее задание, но я еще, по-моему, ссылку не поставил на него. Вот. Значит, со следующего раза у нас начинаются домашние задания на e-judge. Даже если хотя бы половина здесь присутствующих доживет до конца семестра и захочет это сдавать, то, скорее всего, большая часть оценок будет выслана автоматом на основании решений домашних заданий, коих предполагается около, там, 30-40 штук примерно задачек. Вот. После неприятной процедуры выявления копипаста роботом. Там, значит, будет странно. Все, поехали, поехали рассказывать, потому что сегодня довольно обширный план. Я даже не знаю, стоит ли мне сильно распространяться относительно того, относительно того, что такое язык программирования Python. Я бы сказал, что до сих пор покажется бытует миф, что Python такой новый модный язык программирования, который захватывает мир. Вот. Этот миф наполовину не верен. Вот. Python, конечно, захватывает мир, но он, и он, конечно, модный, но он не очень новый. Вот. В том смысле, что история развития Python ведет свои корни еще с 80-х годов. Гвиды вообще немолодой человек. Вот. Он еще из поколения хакера. Вот. Об этом будет еще сегодня разговор. Значит, он участвовал в разработке в разработке такого языка программирования ABC обучающего в конце 80-х. Вот. А потом решил, что вместо обучающего языка программирования можно потихонечку сделать вообще нормальный. Вот. Назвал его Python в честь Monty Python Flying Circus. Вот. И, значит, стал потихонечку допиливать. Вот. Причем, пока он его допиливал, народ начал активно им пользоваться. Я в свое время видел книжки и по первому Python, и видел программы, как бы довольно матерые программы, там, игрушки, например, написанные на первом Python. Вот. К 2000 году была опущена версия 2.0 Python, которая уже была совсем такая приличная. Ну, в смысле, содержала все, что нужно нормальному программисту, и даже больше. Вот. А где-то в середине двухтысячных, ближе к концу двухтысячных, в 2008 году, была общность версия Python 3.0, синтаксически отличная от версии Python 2. До сих пор существует оба. Python 2, Python 3. Поэтому в наших лекциях очень часто будет встречаться сочетание Python 3. Вот. И, значит, а что я сижу? И, значит, это был принципиально другой язык, слегка другой язык программирования, синтаксически несовместимый с Python 2. На это сообщество пошло достаточно ну, сознательно, потому что в Python 2 все-таки оставался налет вот этой вот обучательности, этой игрушечности. Раз. И два. Было принято несколько не очень удачных решений архитектурных, в частности, объектная модель второго Python, немножко странненькая. Вот. И, соответственно, в попытке все это исправить, в попытке все это исправить, был общий язык Python 3. Он такой уже совсем индустриальный. И, в общем, это то, чем мы будем заниматься. Это то, что сейчас прямо в инстрим. Значит, автором и бессменным руководителем проекта все эти годы являлся лично Гвид Ван Россом. Вот. Мое личное мнение Гвиду очень талантливый программист на C, в первую очередь. То есть, если кто хочет научиться программировать на C, смотрите исходники Python. Это, правда, очень хороший код, который приятно читать, и понимаешь, в общем, сколько туда вложено. Все эти годы, буквально до июля этого года, он был так называемым как это называется, господи, господи, прости. Великодушным пожизненным диктатором. Да, да, да. БДФЛ. Великодушным пожизненным диктатором проекта. Это означает, что все решения в проекте принимаются коллегиально, но последнее слово всегда остается за Гвидой. И страшно удобная штука. Если, например, мнения разделились, и люди начинают метать друг друга разные предметы и вещества. Потом они говорят, а что это мы? У нас тут есть диктатор, пускай он решает, а с нас взятки гладкие. Диктатор решает. Вот в таком виде, 25 лет этим занимался, чуть-чуть больше, в таком виде сообщество проществовало буквально до этого лета. Человек уже немножко старенький, видимо, у него со здоровьем что-то, он, по крайней мере, намекает на это. Но главное не это, главное то, что там сформировалось достаточно хорошее, достаточно хорошее ядро таких тоже матерых разработчиков, которые могут принимать решения без него. и там вот в какой-то момент он сказал, ну, ребят, слушайте, вот тут у нас очень старая была история с поправками в язык, как бы вы долго дрались, потом я принял решение, что эти поправки принимаются, а теперь, значит, почти все из сообщества меня за это осуждают. Ну, если так, давайте мы тогда это, вот я уже немножко устал, давайте мы будем рулить сами. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас тут активные переговоры насчет того, как будет управляться, как будут приниматься совместные решения, но мне кажется, что все у них будет хорошо, вот, потому что там, ну, народ реально очень разумный. Ну вот, значит, в принципе, решение Гвида по включению, не включению каких-то изменений в язык очень всегда были грамотными, я надеюсь, что вот те люди, которые за ним следуют, будут делать там же. Да, значит, немножко про сам язык программирования, опять-таки, если кто не до конца в курсе. Что можно сказать про Python? Ну, во-первых, вот у нас есть класс интерпретируемых языков программирования и класс компилируемых. Слушайте, а у меня скринкаст не пишется, да? А тут уже есть какая-то, есть какая-то необходимость это делать. Ну, давайте тогда его запустим. Вот, теперь у меня пишется скринкаст. Давайте посмотрим, что у меня есть звук. У меня есть звук, у меня есть скринкаст. Отлично. Вот, значит, на этом скринкасте пока что будет только кадры сегодняшней лекции, но тем не менее. Ну, так вот, значит, Python — это интерпретируемый язык программирования, то есть исполнителем программы на Python, исполнителем вашей программы является программа под названием Python. Чем отличаются интерпретируемые языки от компилируемых? Когда вы компилируете, то язык, то программа с языка программирования, на котором вы написали, компилируется в какой-то исполняемый код, и этот исполняемый код исполняет нечто, что ничего не знает про ваш язык программирования. Вот. Даже если это какая-нибудь виртуальная машина Java на самом деле, да, то все равно это язык программирования компилируемый, ну, например, Scala какая-нибудь, да, то есть вы берете код на Scala, компилируете ее в байт-код джава, и джава-машина выполняет код на скалу, в общем, не зная, что это скал, а зная, что это какой-то байт-код. Тем более, если речь идет о нескольких языках вроде C, когда вы компилируете буквально до машинных кодов в специальном формате и их выполняете, интерпретируемом языке, исполнителем вашего кода является сама программа, которая анализирует исходные тексты на вашем языке. Да, вот питон интерпретируемый язык. Из этого следует, из того, что это интерпретируемый язык, следует некоторый набор свойств, хороших или плохих, это такой вопрос сложный, некоторый набор свойств, ну, например, если язык компилируемый, то есть, если вы можете сделать анализ вашего кода синтаксический, затем некоторый анализ траектории выполнения, затем еще что-то, затем еще какую-нибудь оптимизацию, и потом все это превратить уже в машинные коды, ну, или-то коды-коды виртуальной машины, неважно, лишенные, как бы, признаков языка программирования, то, как правило, очень много ошибок вылезает на этапе компиляции. Если язык программирования интерпретируемый, в нем очень динамическая модель, особенно очень динамическая семантика, то есть одни и те же команды могут значить разные, в зависимости от того, какое состояние интерпретатора. Вот, и поэтому на этапе исследования кода, на этапе его синтаксического анализа, вылавливаются только самые базовые ошибки, мы сегодня это увидим, вот, а большая часть ошибок возникает во время выполнения. Почему? Ну, потому что до тех пор, пока вы не дойдете до конкретного места в программе, ее интерпретация этого конкретного места может быть различной. Типичный пример, там, какой-нибудь идентификатор встречается в программе, и до тех пор, пока он не встретится, в общем, интерпретатор даже не знает, существует такой идентификатор или нет. Мы сейчас тоже увидим, я надеюсь. Вот, интерпретируемые языки больше ошибок времени выполнения, компилируемые больше ошибок времени компиляции. Вот, с другой стороны, это вроде как плохо, да, ошибки времени выполнения, это плохо. С другой стороны, вот эта свобода, эта задержка в интерпретации позволяет писать более гибкий, более плотный, менее загруженный всякими проверками код. И это, кстати, про питон известно, здесь не написано. Про питон известно, что если программа на питоне у вас получилась большая, то, скорее всего, что-то там неправильно сделали, да, вот, намудрили. То есть кусочек кода, который делает завершенную вещь, он там один-два экрана. Если у вас вдруг получился такой вот здоровенный код, наверное, вы что-то не так придумали. Очень плотно программа на питоне выглядит. Значит, питон является, безусловно, высокоуровневым языком программирования. Опять-таки, если кто на первом курсе, ну, как бы, нет, это уже получится как наезд. Ну, хорошо. Короче говоря, на первом курсе должны были рассказать про то, чем отличаются высокоуровневые языки от низкоуровневых, да. Высокоуровневые языки полностью отгорожены от того фактического исполнителя, который ему подсунут. А низкоуровневые, они обычно ориентированы на фактический исполнитель. То есть идея стоит в чем? Вот у вас есть программа, написанная, ну, не знаю, там, на си. И как низкоуровневый язык, прямо в семантику языка заложено. Размер целого числа совпадает с размером, или, вернее, коррелирует с размером машинного слова, да. Там, допустим, операция инкременции или декременции подразумевается, что реализуется как соответствующая аппаратная инструкция. Короче говоря, работая на языке низкоуровневым, вы практически всегда, ваша вычислительная модель практически всегда совпадает с той конкретной вычислительной моделью того конкретного исполнителя, скажем, компьютера архитектуры, там, x86-64, или компьютера архитектуры MIPS, да, на которой она будет исполняться. В противовес этому высокого уровня языки определяют такую очень герметичную вычислительную модель, и программа, написанная, допустим, на Java, будет работать вообще в любом Java, вне зависимости от того, что там внизу аппаратно под этой Java лежит, даже на какой-нибудь специальной железке, которую умеет исполнять Java. То же самое Python. Программа, написанная на Python, она достаточно кроссплатформенная, чтобы работать на всех известных операционных системах, и даже иногда без них. Единственная, в чем разница будет кроссплатформенная программа, это когда вам будет необходимо обращаться непосредственно к операционной системе, но тогда вы будете вспоминать, на какой операционной системе она работает. Высокоуровневый язык. Относительно типизации. В Python строгая типизация, то есть все объекты Python имеют один конкретный, каждый объект имеет один конкретный тип. Не бывает так, что мы не знаем, какого типа объект, или что у нас есть объекты такого неопределенного типа, который мы разрешим впоследствии, или что у нас есть объекты универсального типа, которые могут быть то такие, то сякие. Этого в Python нет. В Python очень жесткая динамическая типизация, но очень строгая. Все объекты имеют абсолютно определенный тип, и это очень важно, потому что это строгая типизация, в Python динамическая. Динамическая типизация означает, что мы никак из исходного кода программы, ну или вернее почти никак, возможно мы дойдем до этого и поговорим о том, что такое аннотации, но с точностью из исходного кода программы мы не можем понять, какого типа в данном выражении объект, пока не проинтерпретируем всю программу от начала до конца. Сам объект, конечно же, он строго определенного типа, но в самом выражении мы понять этого не можем. Вот, то есть объект типизированный, а вот имена, идентификаторы абсолютно не привязаны к типу. За исключением вот тех самых аннотаций, про которые мы в конце семестра, может, поговорим. И то аннотация это всего лишь совет программисту. Дорогой программист использует здесь, ну допустим, целочистный тип. Но на самом деле использует какой хочет. Вот. Значит, строгая динамическая типизация. Вот эта строгая динамическая типизация в Питоне доведена до некоторой крайности. В Питоне используется то, что называется duck typing. Вот. Duck typing – это ситуация, когда вы можете использовать любой объект для вычисления некоторого выражения, если с этим объектом соответствующая операция просто возможна. Да? То есть, почему она называется duck typing или утиной типизация? Ну, допустим, если вы считаете, что если у вас по техническому заданию утка – это то, что крякает и плавает, то любой объект, который крякает и плавает, является уткой, вне зависимости от того, что он еще умеет или не умеет делать. Вот может, он еще там стреляет, значит, огнем или лазером из глаз, там взрывается, грохочет, но он крякает и плавает. Если он крякает и плавает, это утка. Вот. Примерно так и здесь. Если у вас объекты поддерживают соответствующие операции, значит, эти операции с ним возможно сделать вне зависимости от того, знаете вы, какого они типа эти объекты или нет. Относительно объектной ориентированности. Значит, тут я единственное, что хочу сказать, что в питоне, пожалуй, самая прозрачная и самая, ну, понятная из объектных моделей, которую вообще видел. Вот. При этом она достаточно мощная и поддерживает всякие современные штуки, связанные с объектным планированием. Вот. Единственное, что может быть, опять-таки, я надеюсь, что таких среди нас нет, но если вдруг залакировать одно место, значит, единственное, что объектно ориентированный язык программирования, это всего лишь язык программирования, который поддерживает технологию объектного планирования и заработки. Да? Ничего, никакой специальной объектности в самом языке, вообще говоря, нет. Объектность – это способ планирования вашей программы. Вот. То есть вы берете там большую или сверхбольшую задачу, начинаете это самое делать, сначала выстраивать множество объектов, потом их генерализировать, потом строить из них иерархию, вот это все. Ну, там вот читайте «Гради Бути», читайте «Банду четырех», вот здесь мы об этом разговаривать не будем. Идея состоит в том, что в языке может быть поддержка такого рода планирования вашей программы, а может ее не быть. В питоне она есть, потому что питоне вообще объектные модели, это то, на чем все строится. Мы сейчас увидим, что ничего кроме объектов в питоне, собственно, и нет. Объекты и методы, больше ничего. Вот. Значит, немножко, немножко про то, как язык существует во Вселенной. Питон очень динамически развивающийся язык. Буквально с каждой версии языка происходят какие-нибудь изменения. Иногда они в редких случаях обратно несовместимы, но, как правило, все-таки это связано с большим изменением версий. А вот минорные версии, разумеется, обратно совместимы, но каждый раз появляются разные штуки в питоне. Буквально вот пропустил пару анонсов, потом смотришь, а там что-нибудь еще придумали. Вот. Язык очень сильно развивается. Ему помогает сообщество. Сообщество разработчиков питона очень большое и такое, хорошо организованное. Вот. Возможно, под конец мы еще об этом поговорим, но, видимо, сейчас надо упомянуть, что развитие языка происходит так, что сначала вносится предложение, так называемый PEP. Python Inhension Proposal. Дальше, значит, этот PEP, это такой документ, в котором человек, желающий улучшить питон, описывает, что он хочет туда добавить, зачем, то есть какие его цели, почему, почему раньше было плохо и как он собирается это сделать. Потом все это обсуждают, 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 вот, а потом приходит Гвида, ну, приходил Гвида и говорил, это все полная фигня, это будет ужасно выглядеть, как бы, вообще не по-питоновски, давайте этот вопрос закроем и в следующий раз все-таки придумайте что-нибудь покрасивше. Ну, точнее, не так. Гвида все-таки обычно аргументирует хорошо свои слова. Вот. Или, наоборот, сказал, ну, я считаю, что это очень круто, давайте сделаем, давайте внесем это в язык. Вот. Значит, эти изменения в языке могут происходить достаточно спонтанно, но если кому-то что-то понадобилось, он это сделает. Вот. И это накладывает на программиста на Питоне довольно интересной такой, довольно интересную обязанность быть всегда в тренде. Да, то есть нельзя вот взять сегодня выучить Питон вот за этот семестр, и все, я знаю Питон. Теперь ты знаешь кунг-фу, нео. Вот так не бывает. Да, вот. Язык всегда развивается, и, как бы, это такой челлендж, и вы всегда будете, если вы будете вместе с ним развиваться, у вас всегда будет, как бы, хороший бэкграунд и хорошая возможность идти дальше. Вот. Значит, что еще? Помимо самого языка, в который входят, в который входят порядка 200 модулей, то есть дополнений, написанных уже на Питоне или даже на C, и чтобы, значит, Питоник можно было использовать, порядка 200 модулей на все случаи жизни. Есть портальчик, который называется PythonPaxIndex, вот, где на текущий момент мы видим 152 тысячи с гаком готовых проектов, готовых модулей на 152 тысячи случаев жизни. Вот. Практически по любой прикладной сфере, которые, мало того, что они, ну, есть, да, про которые авторы озаботились их опубликовать, встроить в структуру ПП, да, и снабдить кое-какой информацией, значит, документацией всем остальным. Значит, это не означает, что все из этих проектов, они суперские, как бы, там, 100-500 человек работает над каждым, вовсе нет, очень часто это проект одного человека, вот, но, тем не менее, это живые проекты, которые, от которых доступен исходный код. Этот исходный код доступен под свободные лицензии, это важно. Сам питон, свободный программный продукт, его лицензия совместима с свободной лицензией, и все модули, которые мы здесь видим, тоже свободные программные продукты со свободной лицензией. То есть, если вы хотите что-то делать на базе питона или вот этих вот 152 тысяч модулей, просто берете и делаете, никому не спрашиваете. можно будет про свободное лицензирование поговорить отдельно, но это немножко автопик относительно нашего разгала. Вот такие дела. То есть, с этим все хорошо, очень неплохо с документированием в питоне. Вот я уже показывал на сайте документации, тут есть, помимо, помимо, значит, тюториал, который я горячо рекомендую. Есть также справочник по питону, который называется Library Reference. Это такая прям настольная книга, которую надо читать программисту долго и внимательно. Для тех, кто фанатеет от синтаксических диаграмм, точнее, от BNF-ов, есть Language Reference. Вот. Не попал тут Data Model, он как раз, там как раз BNF-ов нету. Вот. Значит, ну и в общем, даже тот комплект документации, который приезжает вам стандартный с питоном, он весьма и весьма глубок и смотреть там надо много. Ну вот, а теперь, значит, видимо, пора заканчивать болтовню и переходить ко второй теме сегодняшнего разговора. Это питон как интерпретатор командной строки. Так. Сейчас мы что-нибудь запустим какой-нибудь, какой-нибудь питон. прям вот можно вот так. Во. Не слишком большой экран, можно сделать погромче буковки. так, 38 на 140. Ну, наверное, 140 многовато, да? Можно сделать шрифт побольше. еще больше? Еще больше? Да мне кажется, Мне кажется, нормально. Ну, потому что у нас уже строк всего 29. Я думаю, Вот. Значит... Да. Ну вот, мы запустим интерпретатор питона. он называется Python 3. Он называется Python 3, потому что в Linux системах обычно присутствуют оба. И Python 3, и Python 2. Очень много программ написано на втором питоне, и в силу вот этого самого некоторой несовместимости, а также в силу того, что некоторые из этих программ слегка заброшены, и поэтому они остаются на втором питоне, или сами люди, которые этим занимаются, слегка заброшены, не хотят изучать третий, или еще чего-нибудь. Поэтому, как правило, в Linux системе присутствуют оба питона, и один из них называется Python, другой Python 3. Наверное, в 25-м году, когда поддержка второго питона прекратится, ситуация изменится, и третий питон будет называться Python, а второй Python 2. Наверное. Я не знаю. Вот. Значит, интерпретатор командной строки устроен таким образом, что вы даете какую-то команду, а интерпретатор на нее реагирует. Фактически, это диалог человека и машины. Я думаю, что опять-таки на втором курсе все это у нас было, но так, на всякий случай. Да, вот вы что-то делаете, а вам отвечают. Вы что-то пишете, а вам отвечают. На самом деле, это не два шага, а четыре. То есть, вы сначала вводите какую-то команду, затем происходит ее синтаксический разбор, ну, лексический анализ, и за ним следуем синтаксический. То есть, интерпретатор командной строки смотрит, что вы набрали. Если то, что вы набрали, если то, что вы набрали, невалидное, вам следует сообщение о том, что оно невалидное, вот, если же то, что вы набрали, является командой, эта команда выполняется. После чего, по-хорошему, интерпретатор командной строки должен вывести результат работы. Ну, как-то диалог с вами нужно организовывать, да, значит, вы ему текст, он вам текст, вы ему текст, он вам текст. То есть, четыре шага. Вот команды, ее разбор, интерпретация и вывод результата. Что у нас там? Да, значит, немножко про, про то, как выглядит, как выглядит, собственно, интерпретатор. Вот это вот, три скобочки, три, три такие скобочки, это стандартная подсказка питона, которую, в принципе, можно поменять, но не нужно, потому что привычнее три скобочки имеется. Она означает, что интерпретатор готов к вводу командной строки. Вы, значит, ее начинаете вводить, иногда может случиться так, например, вот так, ой, нет, например, вот так, тоже нет, ну, хорошо, вот так. Иногда может случиться так, что вы начали, следующую команду, команда началась, но еще не закончилась. Вот это многоточие с точки зрения питона означает, что вы продолжаете вводить ту же самую команду, вот, видите, И вот тут только она закончилась. Правда, она закончилась ошибкой, но это уже не так важно. Для показа того, что ваша команда еще не закончилась, меняется подсказка на другую. Ну и, например, даже так можно сделать. Ой, что делать-то? Она не заканчивается, не заканчивается. В таких случаях можно попробовать нажать на Ctrl-C, в случае Linux-системы это просто пошлет сигнал, соответствующий интерпретатору, и он остановит обработку. Как это работает? Это работает. Как это работает в винде? Я не знаю, но это работает. В принципе, идея стала в том, что я открыл многострочную строковую константу и не закрыл ее. Вот и все. Немножко забегая вперед, поскольку мы еще ничего разумного не делали с интерпретатором, все-таки скажу, что в интерпретаторе есть история. Команд, которая по стрелочке показывается. Ой, тут видите, какие-то даже команды интересные. Вот это токсически валидная команда, да? Вот, история по стрелочкам. Есть какой-то редактор, вы можете, например, с помощью стрелочек написать что-нибудь вот такое, и тогда команда опять-таки станет валидной. То есть вы можете взять и отредактировать любую команду в истории. Вот. Есть что еще. По истории можно искать, можно осуществлять поиск. Ну, например, я нажал Ctrl-R, и сейчас буду набирать вот эту команду, которая From. Она не последняя, но я нажму кнопку F, R, и видите, из команд, которые имели в себе FR, самая ближайшая вот эта, но, видимо, ее я и хотел. Ctrl-R, поиск по истории назад, вы можете найти ту команду, которую хотите, просто начав ее набирать. Вот. И еще одно свойство, это свойство достраивания. У нас, поскольку я сказал From.Itertools.import звездочка, у нас в текущем на Espace есть всякие имена, и, например, мне лень набирать вот это имя от начала до конца целиком. Тогда я пишу так. Combinations, подчеркни, with the placement. Вот. Повторяю трюк. Tab, подчеркивание, tab. Достраивание. То есть, если интерпретатор понимает, что вы начали вводить некоторый идентификатор, и этот идентификатор, в общем, однозначно определяется, то достаточно нажать на tab, чтобы весь его остаток был, ну, интерпретатор командной строки за вас его достроил. Это какая-то функция. Видите, как даже класс какой-то. Окей. Значит, интерпретатор командной строки – это диалог. У него есть разные полезные фичи, вроде, значит, достраивания, редактирования командной строки и истории этих этих самых командных строков. Этим я буду пользоваться активно. Просто не говорите потом, что я этого не говорил. Вот. Я это говорил. Ну, что я делаю? Всё. Рассказал. Значит, касаемо Python, то, как минимум, вот такой интерпретатор командной строки доступен всегда. Это, собственно, и есть сам Python. Он, как видите… Да, кстати. Отступая в сторону. Я здесь вот нажал Ctrl D, вот в этом месте. В Windows, по-моему, Ctrl Z нажать. И вышел из интерпретатора, попал в интерпретатор командной строки системный. То, что в Linux называется Shell. Вот. Windows… СМД, кажется. Вот. Это тоже интерпретатор командной строки. Он работает по тем же самым принципам. Если вы задаете строку, он вам выдаёт результат. Или вы выдаёте валидное выражение, он выдаёт тоже результат. Вот. Ну, в данном случае это Linux-овый интерпретатор командной строки. Вот. Ну и что это было? Это был fullscreen? А, я его отделил просто. Ну и ладно. В данном случае это Linux-овый интерпретатор командной строки. Вот. Работает точно так же. Вводит, разбирает, интерпретирует, вывозит. Ну, я-то хотел показать, что это тот самый Python, который запущен. Значит… Знаете, у меня большая просьба. У нас тут очень много людей. Вот. Мы все шумим непроизвольно. Поэтому по части разговоров договорённость такая. Разговаривать на наших встречах можно. Даже, я бы сказал, нужно. Потому что, если у вас возникла какая-то мысль умная, и вы хотите поделиться ею со всеми, делитесь, пожалуйста. Вот. Единственная просьба. Разговаривать надо так же громко, как и я. Ваша мысль должна записаться на аудио. То есть, она должна добить до моего микрофона. Если этого не произошло, фактически вы сказанули в воздух. И это, ну и обидно, и не всем слышно, ну и вот. Так что, ещё раз. Разговаривать можно, но, пожалуйста, погромче. Я постараюсь повторять то, что вы говорите. Если я, например, считаю, что вы сказали слишком тихо, и в микрофон это не попало. Вот. Во всём остальном, как бы, производить непроизвольный шум старайтесь не потому, что нас действительно много. Спасибо. Ну вот. Значит, касаемо интерпретатора. Помимо этого интерпретатора, в принципе, поскольку вообще работа с питоном, как с интерпретатором, довольно забавная штука, существует ещё несколько. Вот. Ну, как минимум, есть интерпретатор командной строки, встроенный в такой классический питоновский текстовый редактор, который тоже поставляется вместе с питоном. Такой idle. Вот. Он и редактор, и shell. И, как видите, там тоже, там тоже вот командная строка, которая тоже как-то работает. Ну, там, не знаю, можно написать какое-нибудь выражение, она его вычислит. Разница состоит в двух вещах. Во-первых, она, видите, как-то его раскрашивает волшебным образом. В отличие от классического питона, который ничего не раскрашивает. И, во-вторых, она не совсем, эта командная строка не совсем такая. Например, там нет истории как таковой, а курсорчик ходит вот так вот, и общая договоренность следующая. Вы нажали Enter, и та строчка, на которую вы нажали Enter, она будет вставлена. Вот. Ну, вот так вот. Или, например, вы что-нибудь выделили вот здесь, допустим, вот так вот. Нажали Enter, и то, что вы выделили, будет вставлено. Ну, вот какие-то такие, значит, иные правила. Питона, но в целом это тоже интерпретатор командной строки, которым тоже можно пользоваться. Давайте я его закрою. Просто это примеры разных интерпретаторов командной строки питона. На самом деле их еще больше. Есть еще всякие специальные оболочки, которые используются, ну, например, для математических вычислений, еще где-то. Ну, вот я, например, знаю оболочку под названием B-Python. Вот. Говорит, нажмите F1, потому что там help какой-то. Ну, вот видите, тут прям какие-то интересные рассказы о том, как пользоваться этим самым B-Python. Вот. А в остальном он такой же, да? Ну, или там... О, смотрите, у него есть подсказка. И даже help какой-то. Я, правда, не сумел настроить, чтобы он был не синенький, но я долго и не старался. Вот. Он даже подставил какой-то ку-ку. Видимо, я в этом B-Python уже писал print-ку-ку. Вот. За меня решает. Ну, в общем, такое. Никогда этим не пользовался, но, видите, он веселенький, красивенький и умеет за вас принимать решения. Наверное, поэтому и не пользовался я этим никогда. Вот. Вернемся к нашему интерпретатору. Вот такому, классическому. Есть еще всякие. I-Python есть еще чего-то. Ну, в общем, я не стал их ставить. Из того, что вы можете получить из Python непосредственно. Во-первых, как мы уже видели, Python можно использовать в качестве калькулятора. Мы сейчас об этом поговорим. Во-вторых, у вас есть всегда встроенная помощь. Прямо про Python. Допустим, вот. Вот так. Ну, не знаю, там. Вот вам, пожалуйста, help по конструкции языка if. И там будет elif, который мы сказали. Вот. Надо сказать, кстати, надо сказать вот здесь вот q, чтобы выйти из этой штуки. q, quit. Ну, об этом, кстати, тоже где-то написано. Вот. Что? Чтобы выйти из помощи надо сказать q. Вот, обратите внимание, что когда я вошел в помощь, сказал help. Я, собственно, вызвал функцию help. у нас изменилась подсказка в знак того, что теперь мы работаем не с Python, а именно с подсистемой помощи. А когда я из него вышел, у нас опять изменилась подсказка в знак того, что мы работаем с Python. Ну, вот. Ну, кстати, help можно почитать и про любой объект. Например, help от одного. Что это такое? Да это всего лишь информация о том, как выглядит класс int в Python. Поскольку один объект типа int, вот там все, что с ним можно делать. Ну, вот. Что с ним можно делать, с этим объектом типа int. Ну, вот. Это что касаемо, это что касаемо, а, да, я еще одну вещь не рассказал. Значит, поскольку, как я уже сказал, Python интерпретируемый язык и вот эта вот интерпретируемость в нем доведена до некоторого, до некоторого логического завершения, ошибки периода синтаксического анализа довольно редки. Вот, например, если напишу вот так, это будет ошибка синтаксического анализа или нет, как вы считаете? Это синтаксически верная конструкция? Да. Да, это идентификатор Python. Более того, поскольку этот идентификатор, ну, валидный, то пока мы его набираем и когда Python его анализирует, он не знает, плохо это или хорошо. Вот, когда он попытается обратиться по этому имени к соответствующему объекту, выяснится, что этого имени в таблице имен нет ни в одной, ни в одном на имспейсе такого имени нет. И вот тогда возникнет ошибка времени выполнения. Вот эта ошибка времени выполнения . Где она? Вот она! Имен не определён такое. Вот! Ну, вот эта, например, синтаксическая ошибка, понятное дело. или вот эта, например, синтаксическая ошибка. То есть, вот здесь не произошло попытки выполнить эту команду, потому что она синтаксически не верна. Большинство команд стихотически верны. В учебнике еще будет разговор про какие-то семантические ошибки, но еще раз, читайте учебник, там интересно, но там авторская позиция. Мне она очень нравится, но моя немножко другая. Давайте что-ли поговорим про выражение. Следующая тема это выражение на питоне. Ну вот мы уже освоили сложение, вычитание, умножение, наверное, да? Тут все хорошо. Обратите внимание, кто видел второй питон и третий, во втором питоне операция деления работала как в Си, то есть если вы делите два целых числа, результат целый, а если одно из них не целое, то результат не целый. И это, в общем, неудобно. Это неудобно именно в силу динамической природы семантики питона, то есть в зависимости от того, какие у вас приехали объекты, у вас результат то целый, то не целый, нехорошо. Поэтому в третьем питоне это решили переделать. Операция деления всегда вещественная, а целочистное деление выглядит вот так. Ну, разумеется, есть оттаток от деления, все понятно. Тут, 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 как бы разговор простой. Вот, есть возведение в степень, вот, и вообще операции над числами в питоне довольно много. Ну, например, есть, давайте, для простоты, например, есть арифметический сдвиг. Сколько получится? Точно, 233. Вот, в питоне даже есть операции, которые, давайте, я сел по ним и прочитаю. Операция есть, но ни одного стандартного объекта в питоне не поддерживает эту операцию. Это такой на будущий запас. Ну, как на будущее? На самом деле есть огромные математические библиотеки, которые... А, это не тот, это не тот оператор. К сожалению, это декоратор, извините. Ну, тогда, значит, надо сходить, и надо сходить по ссылке. Есть даже некоторый запас. Вот эта вот операция, это матричное умножение. Ни один объект стандартный питона не поддерживает матричное умножение. Но операция такая есть, и если вы сделаете объект, который поддерживает матричное умножение, он будет работать. И таких объектов как раз полно. Они, они, ой, это не то, они, собственно, все математические библиотеки теперь это поддерживают. То есть вы, естественно, пишете вот так вот, вам скажут, что целые числа, нельзя так сделать. Ну, вот. Ну, сразу скажу, что у меня ощущение от работы с питоном, это что Гвидо, когда его придумывал, придумывал явно для себя. Он придумывал, чтобы ему было удобнее жить на этом свете. Например, как бы питон не был бы питоном, если бы ничего, чего-нибудь вкусного не положил бы прямо в целые числа. Вот и здесь присутствующих, кто знает, какое свойство у питона есть относительно целых чисел? Да, в питоне нет максинта. Ну, вы меня поняли. Я не знаю, кому нужно это число. Вот. Но идея состоит в том, что у нас никогда не будет боли с приполнением. Совсем никогда. Вот. Поскольку, на самом деле, такое число никому не нужно, а которое нужно, оно там укладывается в 2, 3, 4 машинных слова, то скорость вычисления длинной арифметики, кто из вас ее реализовывал, тот знает, что там она все-таки линейно зависима от количества сегментов, скорость вычисления длинной арифметики не очень падает. Ну, какая разница, ну, в два раза медленнее будет что-то вычисляться. Подумаешь, там, не одну миллиардную, а две миллиардные доли секунды. Ну, не нужно. Вот. А пользы от этого очень много. Вот. В действительности, на самом деле, ради эффективности, внутри питона все-таки целые числа хранятся как целые, а длинные как длинные, но программист этого не видит совсем. Он работает с ними как с одинаковым. Вот. Ну, значит, помимо целых чисел есть, конечно, вещественные. С вещественными числами тоже все понятно. Они могут задаваться вот так, могут задаваться в экспоненциальной форме. Ну, в общем, все понятно. Да, в форме, в форме мантисы и порядок. Значит, с вещественными числами все хорошо, с ними, значит, там, их можно, ну, не знаю, можно округлять. Вот. Тут, 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 тут все нормально. С вещественными числами другое плохо. Опять-таки, я не знаю, во втором семестре первого курса вам должны были рассказывать, что никаких вещественных чисел не существует. На, в разделе архитектуры ВМ. Или на каком-нибудь еще курсе, где рассказывают про, собственно, математические, ну, да. Короче, нет вещественных чисел. Сейчас я это докажу. Не существует никаких вещественных чисел. Знаете, сколько будет? Никогда не догадаетесь. Вот. Почему так? Итак, объяснение, на самом деле, не самое простое. В действительности, ну, мы же знаем, как хранятся вещественные числа, да, Мантиса порядок. У нас Мантиса обоих, обеих этих, обоих, обоих этих чисел представляет собой бесконечную периодическую дробь двоичную. Это в десятичном виде она конечная. В двоичном виде обе, обе, обе эти дроби периодичные. Если это периодическая дробь, то то место, где хранится Мантиса, когда-нибудь закончится. Раз оно когда-нибудь закончится, возникает что при такой операции? Погрешность. И так случилось, что одна из этих периодических дробей отсекает единицу, а другая отсекает нолик. Или обе отсекают единицу, я забыл. Или обе отсекают нолик, не помню. Помню только, что если их сложить, то эта погрешность накапливается настолько, что ее видно. Ну, понятно, что вот такого числа, сейчас, такого числа точно не существует. А вот такого числа тоже не существует, на самом деле. Ну, просто потому, что Мантиса, она ограниченная. Из этого следует, что вещественные числа, с которыми мы работаем, таковыми не являются. Прямо совсем. Прямо вообще не являются вещественные числа таковыми. Вы не можете написать, что они, типа, 1 по 1 призвало равно-равно 3.3. Знаете, что будет? False будет. Не равно. И если вы думаете, что это проблема питона, то вы глубоко ошибаетесь. Это проблема всех языков программирования, где вещественные числа представляются в виде такой модели. Вообще всех. Не сравнивайте вещественные числа на равно. Вам может случайно повезти, но это только хуже. Вместо этого можно написать так. From math import звездочка. Давайте посмотрим. И тут есть где-то... Is close. Есть прекрасная функция. Слушайте, ты тут не интернет, а какой-то издевательство надо мной. Вот. Есть прекрасная функция is close. Давайте посмотрим от нее help. Вот. Видите? Она проверяет, являются ли числа эти примерно равными. И вот тут я думаю, что будет true. 1.1 плюс 2.2 запятая 3.3. О! Вот единственное сравнение, которое вам доступно в случае такой модели вещественных чисел. Маленькое забегание вперед. Ну, раз уж мы сказали, что вещественных чисел не существует, давайте подумаем, а какие существуют. Ну, целые понятно. Но нам не только целые. Рациональные. Рациональные числа существуют, потому что это просто дробь двух целых чисел. Так вот, в питоне есть, давайте так сделаем, модуль fractions, который как раз реализует рациональные числа. Мы говорим, а равняется fractions, нет, а это у нас еще не было. Fractions, ну, допустим, от... Раз, два, там, сколько у нас было? 11 десятых? Да? А, нет, я вру. Fractions.Fraction. Вот. 11 десятых. Плюс fractions.Fraction. Сколько там было? 22 десятых же. Э, ошибся. О. Ну, если мы напишем тут print, то мы получим, собственно, результат правильный. Вот. И вот такое вычисление, да, всегда будет, всегда будет нормальное. 33 десятых. Как у людей. Вот. Поскольку у нас сверху целое число, снизу целое. Вот. Есть еще другой вариант. Если вариант, есть вариант, условно говоря, опять-таки длинной арифметики, когда вы храните все ваше вещественное число, конечное вещественное число, то есть, на самом деле, рациональное. Просто видим, в виде нужной длины, как бы, мантисы и нужной длины порядка. Вот. Кстати, да, давайте посмотрим, что будет. Да, елки-палки. Фрэкшн от пресловутого 1.1 плюс 2.2. Во. Вот это наиболее близкая дробь к тому, что там получается. Ну вот. Так вот, помимо фрэкшн, есть еще децимал. Вот. Ну, допустим, все тот же, 1.1. 2.2. Тут опять, как видите, все хорошо. Даже можно сделать вот так вот, будет еще лучше. Вот. Обратите внимание, что я внезапно обратился к типу данных, который называется строка. Вот это 1.1 в кавычках, 2.2 в кавычках, это вообще, говоря, строка. Которую можно, ну, вот, ну, строками. Вот. Обратите также внимание на то, что, в принципе, наш калькулятор работает следующим образом. Он вычисляет выражение, а потом его печатает. Вот. Чтобы закончить тему чисел, в питоне есть еще и вещи эти, комплексные числа, если что. Пишется вот так вот, 4 плюс 3g. Вот. Кто умеет возводить в квадрат комплексные числа? А, то это на то, а то на... Ну, вот, в общем, вот. И это прям такой метод. Вот это жи, это прям, ну... Это прям, прям мнимая часть. Такая мнимая константа. Так что с комплексными числами в питоне тоже все хорошо. Так. Строки. Да? Строки, кортежи. Ага, отлично. Я думаю, что мы все успеем. Я надеюсь, что мы все успеем. Строки. Ну, что касается строк, то у нас будет отдельная здоровенная лекция про то, как с ними работать. А пока просто покажу, опять-таки, ну, вот у нас строка. Обратите внимание, она может быть задана в кавычках, может быть в апострофах, это не важно. Вот. Что можно делать со строками? Ну, разумеется, их можно складывать, например. А еще строки можно умножать на число. Вот. Еще их можно там секционировать, делать из них подмножность. Ну, короче, строка это последовательность. Когда будем говорить про это, мы все увидим. Но сейчас это такой, ну, не... Что бывает со строками? Со строками все хорошо. Вот. Такие последовательности. Еще в питоне есть составные последовательности, их тоже довольно много. Нам сегодня понадобятся только самые простые, константные последовательности под названием кортежа. Вот, можно написать вот так вот. И это будет кортеж из трех элементов. Или можно написать вот так вот. Ну, не знаю там. Это будет кортеж из шести элементов. Причем первый из них, нулевой из них, вернее, это целое число, затем строка, затем вещественное число, затем опять три целых. Вот. Кортеж – это составной объект. Который ссылается сразу на несколько объектов изнутри себя. Вот, собственно, и все. Последовательность такая. И, кстати, тоже можно складывать, умножать. Вот. Только вычитать, кажется, нельзя. И делить тоже. Ну, потому что это последовательность. Операции сложения и умножения выглядят для них вот так. Да, значит, я тут рассказывал про операции разные, но и даже показывал ссылку на страничку, где они все там перечислены. Очень много операций. Операция точка – тоже операция. Мы это все увидим. Но я хотел еще отдельно поговорить про операции сравнения. Ну, как бы вот написали вот так вот, да. Результат у нас какой должен быть? Ну, false, очевидно, да. А вот такой true, да. Больше равно. Меньше. Ну, в общем, картина совершенно очевидная. Чуть менее очевидная картина вот с такой операцией. Как вы думаете, как она интерпретируется? Так, как от нее ожидается. То есть, вот если бы это был язык программирования чуть менее питонистый, да, то мы бы решили, что здесь вот написано 23 меньше 45, вычисляется результат, этот результат сравнивается с 56. Но это не так, как ни странно. Потому что на самом деле вот такие многоместные операции сравнения, они работают так. Это и вот это. Ну, например, там, не знаю. True стоит где-нибудь здесь в красе неправильной операции, будет false. То есть, фактически мы просто говорим, вот это сравнение и вот это сравнение, и вот это сравнение должны быть одинаково верны. Ну, раз уж я так говорю и, так можно написать даже так. 23 меньше 32, and 32 меньше 45, and 45 меньше, что там, 6767. Вот, собственно, одно заменяется на другое. Просто для нашего удобства, для удобства математика, в первую очередь, вот такая конструкция вводится. Внимание, вопрос. Чему будет равна вот такая конструкция? True или false? О, третьего мнения нету, да? Давайте мы посмотрим на предыдущую строчку и еще раз ответим на этот вопрос. True. Потому что дело не в том, что это такая волшебная операция, которая говорит, что все числа неравны. Ничего волшебного в питоне нету, в питоне нет ничего волшебного, все не волшебное. Это такая операция, в которой мы просто сравниваем... Это верно? Да. Это верно? Да. Это верно? Да. Такие дела. Операция сравнения. Я вспомнил про операции сравнения, потому что мы тут ввели кортеж, и, например, можно сравнить два кортежа, ну, не знаю, там... А, это чуть позже, да? И это сейчас я не смогу сделать. Ну, давайте попробуем. Я сейчас попробую, если у меня получится. А если не получится, замажем и... Ага! Смотрите. Операция сравнения. Эти два кортежа, очевидно, равны. Как сравниваются последовательности? Лексико-графически. Славниться нулевой элемент. Если они равны, сравниваются первые элементы. Если равны, сравниваются вторые элементы. Если на каком-то шаге один элемент больше другого, то соответствующая последовательность является больше другой. Если на каком-то шаге одна последовательность закончилась, а все остальные были равны, то она является меньше другой. А если обе одинаково закончились, значит, они одинаковые. В данном случае они одинаковые. Но при этом это два разных объекта. И операция сравнения из нам говорит. Тот кортеж, который слева, и тот кортеж, который справа. Это два разных кортежа. ну довольно очевидно а питон у вас 1 3 2 или 3 чтобы проверить какой питон надо сделать вот так вот значит остались только функции мы едем дальше ох времени мало времени мало много болтал поначалу хорошо значит опять-таки тихо непроизвольный шум спасибо значит опять-таки мы уже пользовались функциями первой функции print ой смотрите когда я пишу некоторые выражения в питоне в командном интерпретаторе это выражение вычисляется и результат выводится на экран в данном случае результатом этого выражения явился объект по имени print этот объект является встроенной функцией о чем мне питона сказал чтобы функцию вызвать к ней надо приписать естественно круглые скобочки и вот тогда нам нужно так тогда она заработает но если мы просто написали какую-то функцию чтобы мы с ней не сделали она скажет такая функция ну функция такая ну не знаю вот кстати удобная вещь функция преобразования в строку эта строка обратите внимание там бинарная восьмиричная если хотите забыл надо сказать что в обратной тоже верно если вы напишете что-нибудь типа 0 b то такая константа прочтется как как целочисленная бинарная ну двое в двоичном виде вывести вот так вот короче говоря все это функции вот эта функция да в принципе их там довольно много вот в таком пространстве имен который называется built-ins лежит очень много разных имен и многие из них являются функции а в некоторые из них являются конструкторами объектов вот ну скажем функция dir которую мы использовали вот она или функция print который мы использовали вот вот это все исключение это все исключение о них тоже будет разговор функции например есть функция type которая это функция ну это класс на самом деле конструктор объекта соответствующего типа которая по типу объекта выдает его тип смысле по объекту выдает ее тип ну не знаю там все вполне понятно есть правда одна маленькая хитрость как вы думаете что возвращает вот этот самый функция type что именно она сжать не строку она возвращает конструктор объекта соответствующего типа все так вот кстати сказать вот этот int стр это все это все существует в качестве конструктора можно написать так стр и вам вернется строка ну которая ну понятно кстати в питоне любой объект можно преобразовать строку вообще любой совсем то есть вот можете написать там стр вот стр пожалуйста или там не знаю один любой объект можно призвать строку совсем вот некоторые объекты можно преобразовать в целое число ну например вот так вот int и я сказал некоторые нельзя но зато можно флот написать преобразование типов вот да как видите некоторые из объектов которые можно вызвать со скобочками круглыми являются функциями некоторые являются классами то бишь конструкторами объектов и те и другие отличаются тем что они коллабл а есть какие-то не коллабл объекты интересные я не знаю ну например модуль не является коллабл объектом вот функции про функцию нас тоже будет разговор просто как бы поскольку мы их используем был бы неплохо и и последний на сегодня тема я надеюсь я уложусь 15 минут это связывание объектов вот связывание объектов это интересная штука дело в том что в питоне до июля этого месяца внезапно совпавшим совпавшим с уходом гвида с поста значит до этого самого великодушного диктатора в питоне не было операции присваивания вообще присваивание а сами теперь есть в редких случаях вот основная операция в питоне это операция связывания если мы хотим вычислить какое-то выражение ну не вся конструкция происходит таким образом происходит лексический анализ этой штуки вы выясняется что это выражение потом мы смотрим поприоритетно сначала создается объект 2 потом создается объект 8 потом из них вычисляется результат создается объект 9 потом это все умножается на 23 получается не помню что ну допустим нет не помню что не буду врать немна 230 спасибо значит потом все это потом создается объект 3 потом из них вычисляется вот это самое вещественно 76 а потом все эти объекты удаляются вообще все почему они никому не нужны обращаю ваше внимание на то что все объекта которых мы говорили кортежи строки числа вещественные числа в эти самые комплексные числа true false это все константные объекты мы сейчас пишем пишем выражение в которых одни объекты конструируются из других мы не можем поменять вот скажем 23 на что нибудь еще более того допустим мы написали вот так до создался объект 82 потом 10 потом 230 и мы хотим что этот объект вас 230 не пропадал мы хотим учебник связать чтобы не удалили мы пишем допустим а равно вот этой все ерунде дать я выйду и войду чтобы у нас на имспейс был чистый что при этом происходит объект 230 не пропадает он связывается именем а он появляется у нас в пространстве имен вот он функции dir нам показывает текущее пространство имен и тем самым мы можем по имени а этот объект вызвать если мы напишем что-нибудь типа b равняется а то произойдет что нет нет у объекта 230 появится два имени b и а операция связывания это не операция присваивания понимаете разницу это один и тот же объект с двумя именами у кого на втором курсе не выветрилась еще вся вот эта вот операционные системы да там где файловые имена файлов помните такая такой же механизм с именами файлов в синуксе что у вас один файл у которого может быть сколько угодно имен и файл не удаляется пока хотя бы одно имя у него есть и удаление это удаление имени они файла вот в питоне в точности также сейчас у нас у объекта объекта 230 два имени b и а и это один и тот же объект вообще да не тот же можно вот так проверить идентификатор этих объектов совпадают идентификатор объекта это уникальный вот это есть уникальный его как бы номер внутри питона в питоне написано носи это просто адрес памяти давайте посмотрим кстати я думаю что мы ведь он как сверху взят до с какой-то верхней области давать он нас ну в общем в общем это адрес памяти вот это один и тот же объект то есть объект один имени у него два а если мы еще напишем вот так вот то три будет вот когда мы говорим удалить скажем b или удалить скажем а происходит все то же самое как с файлами в линуксе у нас удаляются не объекты куда объект вообще нельзя удалить питание никак удаляются имена точнее удаляются связи потому что объект можно связывать не только именами например ссылками составных типов дат удаляются связи пока хотя бы одна связь на объект есть объект живет как только удаляется последний объект не живет то есть сейчас у нас сейчас у нас есть еще одна одна связь на объект объект 230 это c вот когда мы скажем делал c все но на самом деле не все он там попадает в кэш из кэша его можно восстановить тролли валю но это не ваша не ваша проблема связи на этот объект больше нету можно даже сделать так у нас есть в модуле сис такая штука которая называется get ref count мы можем писать так а равняется b равняется c равняется ну скажем сто пятьсот сис . get ref count от а ну а c неважно сейчас будет результат не 3 а 4 знаете почему потому что у самой функции get ref count вы же ей передали этот объект там образовался локальная перемена ну локальное имя значит будет четыре ссылки в тот момент когда она будет их проверять три вот этих и четвертая сама get ref count удаляем в общем понятно идея понятно кстати сказать теперь уже окончательно понятно что если мы написали вот так вот то это будет два кортежа разных вот у них разные идентификаторы но они при этом равны разумеется что еще интереснее смотрите что у нас тут есть ничего нету допустим у нас b равняется c равняется сто пятьсот да мы можем написать так кортеж там или равняется b c c b сто пятьсот сто пятьсот сколько их будет давайте считать раз два три четыре пять шесть семь я думаю что восемь шесть что где где был не прав а вот эти сто пятьсот эти сто пятьсот да видимо они не участвуют в процессе да это какие-то другие сто пятьсот но в остальном все так значит сколько у нас при этом связи да б ссылается на сто пятьсот c ссылается на сто пятьсот и кортеж эль ссылается три раза на сто пятьсот значит связи пять и шестая шестая это локальные локальные на локальный неспейс самологи 3 в каунт вот удаляем эль должно остаться два ну три на самом деле да то есть если получится 3 а должно вау где в кэше заело да обидно все больше нету ну как интересно слышите а не знаю чем связано ладно попробую поисследовать дома пирас такое вижу для того что все прозрачно ну ладно посмотрим хорошо но идея все равно такая да объекты есть ссылки на них есть когда последняя ссылка исчезает объект исчезает удалить объект нельзя можно удалить только ссылку интересно какая штука ну кстати сказать я говорил про дир могу еще рассказать про глобалс который ну там да а равняется в котором в котором там прям словарик да имя двоеточие значение миду . значит что посмотреть значение мы потом убедимся в том что это настоящий питоновский словарик прям прям соларик вот но это будет потом так а осталось совсем чуть-чуть значит операция связывания может быть множественный вот в таком смысле когда я писал вот так до операция связывания может быть множественного в таком смысле а b c равняется раз два три что при этом происходит заводится 3 идентификатора a b c 3 мини справа стоит какая-нибудь последовательность не обязательно это кортеж в данном случае это кортеж этот кортеж распаковывается на три элемента и первый попадает в а второй в b 3 в c ну для нас с вами даже сделаем вот так вот звездочка b c и d а тут напишем 4 5 6 7 8 9 видите эту звездочку а бы в а c и d попадет по соответственно 18 и 9 а в б попадет все остальное вот причем это другой тип данных он называется список но об этом мы поговорим когда-нибудь потом я просто к тому что множественные связанные может быть вот такой извращенные с распаковкой последовательности справа и запихиванием этой последовательности куда-то влево а кстати справа можно может стать любая последовательность не обязательно кортеж например вот так строка тоже является последовательностью вот чтобы окончательно забить вам голову не типами данных про которые мы еще ничего не говорили привод приведу уже окончательно окончательно такой очевидный пример пока почему собственно у нас мне связывание не является присваиванием дело в том что все типы данных о которых мы сейчас говорили все за исключением списка списка до списка же вот являются константными любое выражение типа а равняется а плюс 1 на самом деле вычисляется следующим образом мы создаем объект 1 на самом деле он есть уже берем его с кэша и идем к объекту на который ссылается а создаем новый объект который равняется 235 и перекидываем ссылку с имени а на старое со старого объекта 234 на новый который называется 235 мы не меняем вот этот объект мы перекидываем имя а на новый объект который мы здесь вычислили ну кстати мы могли написать вот так разница никакой мы не по ничего не поменяли мы создали новый объект перекинули ссылку это новый объект видите он разный единственная ситуация когда у нас объекты действительно изменяемые пока что это в случае списков да вот если мы создали список это один и тот же объект список модифицируемый мы можем написать там b2 равняется ну не знаю куку ну разумеется поскольку это имя одного и того же объекта мы увидим мы видим что 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 с именем b что с именем c мы видим одно и то же вот мы к этому еще вернемся повторяю во всех остальных случаях трудно различить операцию присваивания операцию операцию связывания вот за исключением того что вот такая такой свойство объекта ну кстати сказать раз пошла такая пьянка вот эти операции плюс равно минус равно что угодно равно потому что они в принципе сейчас скажу в принципе любая операция здесь присутствующих за некоторым исключением вот может быть в форме что-то такое равно даже например возведение в степень а ну да извините а равняется 4 ну 5 5 дальше а это а равняется в 7 степень то есть все относительно чего может быть разумно это применить там помп сдвиг тоже ну да умножение на 16 данном случае вот ну и так дальше вот я даже рассказал чуть больше чем собирался значит сегодняшнее домашнее задание не включает в себя и джаз возможно следующий тоже не будет а возможно уже и будет вот значит при этом он я очень рекомендую читать учебник вот тот самый потому что там довольно забавная авторская позиция и он очень короткий у автора прям такая позиция значит так одна лекция должна быть короткая здесь я знаю студенту читать 30 страниц он не прочитает никогда поэтому вот все коротко и ясно вот и главное домашнее задание организовать себе питон в том месте где вы будете делать домашние делать домашние задания поставить дистрибутив питона добыть из него командную строку добыть из него какой-нибудь редактор написать в этом редакторе программу заставить ее работать вам потом это сдавать вот это главное все на сегодня все всем спасибо и ну Продолжение следует...